С самого раннего утра Химки преображаются. В честь праздника на фасадах зданий появляются вот такие флаги. Комплект из трех полотен. Флаг Химкинского округа, Московской области и, конечно, государственный триколор. А пока одни только просыпаются, чтобы отметить День России, другие получают первые поздравления. Пассажиров электропоездов встречают прямо на железнодорожной станции Химки. С пустыми руками отсюда точно не уйдут. У добровольцев от партии «Единая Россия» есть небольшой презент для каждого. Ну и какой же день России без ее главного символа? Девушка, с праздником вас! Спасибо большое! Сегодня волонтеры в Химках раздают всем вот такие вот трехцветные ленточки. Теперь есть и у меня. Сегодня по городскому округу Химки мы планируем раздать 25 тысяч лент. Это одна из точек раздачи лент. Также у нас на всех железнодорожных станциях раздаются ленты в парках, в скверах. Поэтому сегодня будет большой объем для того, чтобы жители городского округа Химки не забывали об этом празднике, о Дне России. Ну и, конечно, у них осталось позитивное, хорошее настроение. Свою лепту в празднование внес и глава округа, отметил День России символическим жестом. Посадил дерево жизни возле Химкинского роддома. Ведь именно здесь рождаются новые россияне. Вместе с Дмитрием Волошиным засучили рукава председатель Совета депутатов Александр Дрынов и депутат Госдумы Ирина Роднина. Вот я правильно отдала мужчинам преимущество. Все, все, все. Давайте я лопату, вы лучше ровно пойди. Самый почетный труд у наших женщин. Мы высадили яблони. На самом деле традиция продолжается еще с прошлого года. Здесь уже есть яблони, которые мы сажали в прошлом году. И эта акция называется «Древо жизни». Это то самое важное, ради чего мы все живем. Это, конечно же, дети. В акции также приняли участие два молодых отца, у которых сегодня родились дети. У вас прибавление в семье, я так понимаю? Да, да, да. Кто родился? Доченька. Посадить дерево – это означает чистый воздух, чистый экологический, окружающий мир. Организаторы надеются, что скоро рядом с роддомом зацветет целый яблоневый сад. Рев мотора, ветер в лицо. Поздравить жителей микрорайона Подресского решили вот таким нестандартным способом. Местные активисты-мотолюбители прошлись колонной по центральным улицам. Скорость небольшая – всего 30 км в час. Зато все желающие в деталях смогли рассмотреть каждый проезжающий мимо байк. Мы с активистами микрорайона и любителями мотоспорта решили организовать первый исторический мотопробег по микрорайону Подресского. В дальнейшем, я надеюсь, наши ряды будут расти. Идею оценили и зрители, и сами участники. Потому что уже в следующем году колонну планируют пополнить несколькими мотоциклистами. Праздничное настроение в городе сегодня не испортило даже погода. Пасмурное небо не помешало химчанам пожелать друг другу самого важного. Процветание, любви, терпение, надежд, сбывание мечт и всего самого наилучшего – светлого неба, чтобы не было войны. Вы знаете, я бы желала всем здоровья. Это самое главное. Здоровья, счастья. Побольше денег. Всего самого наилучшего. А главное – здоровья. Чтобы у всех было все хорошо. Нина Бережная, Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.